Действия нашего клиента при наступлении страхового события. На протяжении 10 дней необходимо предоставить МедЛайф заявление на выплату с кодом, с паспортом, с банковскими реквизитами. И важно, конечно же, предоставить документ медицинский, в котором написано, что произошло с нашим клиентом. То есть основанием для выплаты страховой является медицинский документ, в котором написано, что произошло с нашим клиентом. Если у нашего клиента травма, перелом, например, либо ожог, разрыв менистка, либо сотрясение мозга, это может быть, ну, не сотрясение мозга, это уже госпитализация, это уже история из выписки, история болезни, да, выписка из истории болезни. А если перелом, ожог, какая-то повязка, то это может быть справка из травмпункта. В описании к данному видео я опубликую ссылку на сайте компании того раздела, который посвящен полностью страховому событию. Как себя нужно вести, пошаговые действия нашего клиента, как должна выглядеть медицинская справка, какие должны быть печати на ней и куда документы отправлять. Сразу хочу сказать, что звонить в компанию не нужно уже на сегодняшний день. Приезжать на Жилянскую 110 во время войны, я записываю свое видео 1 февраля, ночь с 1 на 2 февраля 2023 года. В Украине сейчас полномасштабная война, поэтому офис у нас на Жилянской 110 не работает, потому что туда пару раз в октябре прошлого года прилетало, и руководство нашей компании, которая находится в Нью-Йорке, сопретило сотрудникам приезжать в офис центральный, поэтому мы работаем все в режиме онлайн. Мы научились работать онлайн во время карантина, поэтому, в принципе, это для нас не проблема. Так вот, клиент предоставляет каким образом документы? Он фотографирует медицинские документы, на сайте компании распечатывает бланк, заполняет его, потом распечатывает, лево распечатывает, потом от руки заполняет, ставит живую подпись, фотографирует как серокопию, без там скатерки, без каких-то коленок волосатых и так далее. Как серокопия должна выглядеть полностью, на весь экран фотография. Нужно преобразовать в PDF-файл, чтобы открылся файл, желательно в PDF-файле отправить все документы, медицинские документы, заявления на страхование, паспорт, код, фотографии всего этого и банковские реквизиты. И желательно одним пакетом, в идеале, одним письмом отправить на электронный адрес claims.sobaka.medlife.ua. Ссылку на электронный адрес я тоже опубликую, чтобы ее откуда вы не выковыривали, чтобы вам было проще, если для кого-то это актуально уже на сегодняшний момент. Все отправляется на электронный адрес. Очень важный момент. Нужно заявить, согласно правилу страхования, в течение 10 дней с момента наступления страхового события. Но пока в стране война и военное положение, Медлайф снял все ограничения, вот эти временные ограничения по подаче документов. Когда удобно, тогда клиенты наши подают документы. Главное, чтобы документы были вовремя. Правильно оформленные. И чем раньше наш клиент подаст документы, либо выгода приобретателя нашего клиента, тем быстрее Медлайф примет решение о выплате. Компания может сделать запрос в медучреждение. Если, например, нашему клиенту делали операцию, то Медлайф может сделать запрос в медучреждение для того, чтобы убедиться в том, что эта операция действительно имела место быть. Это делается во избежание мошенничества, потому что очень много мошенничества в страховании. Когда компания принимает решение о выплате после полученных документов всех, и в том числе подтверждения из медучреждения, Медлайф уведомляет нашего клиента, либо выгода приобретателя о принятом решении. Это, как правило, смс-уведомление. И в течение трех рабочих дней деньги падают на банковскую карту клиента. Либо наш клиент, если он выбирает такой вариант, получает деньги через Raytheisen Bank. Есть такая система переводов. В этом банке, так и называется.